На льду Юлия Лепницкая и что в очередной раз мы видим, что смена цветовой гаммы для произвольной программы, той программы, которая перешла вместе с Юлей еще и из юниорских соревнований, когда она обыгрывала всех и каждого. Второе место после короткой программы у Юлии Лепницкой и музыка Кромео и Джульетти взята нашей фигуристкой для своей произвольной программы. Разница между Лепницкой и лидером Елизаветы Туктамышевой 1,3 балла, между Лепницкой и Родионовой, которые занимали второе и третье места, 2,5 балла в пользу Юлии. С точно такого же сложнейшего каскада начинает Лепницкая тройная лусь, тройная тулуп и тоже очень уверенно. Ошибка на самом легком прыжке для Макс, к сожалению. КОНЕЦ КОНЕЦ И в том же месте, в том же месте Каткая, Аксель 2,5, но на сервис исполненный. И это каскаде еще стройный, но двойной тулуп. Ну дело в том, что на Пермаксе это скриплаз, когда не случайно страдичься. Ну флип, флип это камень преткновения для Юлии весь 2014 год. И еще один флип и снова падение. И это падение с двойного флипа, к сожалению. КОНЕЦ КОНЕЦ Коронка Лепницкой и два заключительных вращения исполнены, как всегда, великолепно. И арбитры, естественно, не поскупятся на оценки, но в целом многовато вновь ошибок для Юлии. И, естественно, общая оценка за произвольный прокат будет не такой высокой, как того бы хотелось. Дело в том, что два падения, конечно, сейчас еще лишат ее двух баллов от общей суммы за произвольную программу. Немножко понижены будут и компоненты. И, честно говоря, становится тревожно за Юлии на место на подиуме. А есть ли понимание того, почему в нынешнем сезоне у Юлии очень хорошо удается короткая программа, а с произвольной постоянно возникают какие-то сложности? Ну, дело в том, что для всех олимпийских чемпионов и призеров олимпийских игр, за исключением Столбова и Климова, этот сезон складывается не самым лучшим образом. То есть хороших прокатов мы практически не видим. Кто-то закончил, кто-то пропускает сезон из-за травмы, кто-то выступает не совсем внятно. То есть это и Юзуру Ханю, и Юля. У мужчин практически весь подиум, что Тен, что Матиды тоже. Да, все звезды прошлого сезона. То есть что Чан, что Ханю, да. Очень тяжелого для всех спортсменов, кто боролся за тройку на Липецких играх. Он в этом сезоне складывается совсем не очень удачно в первой половине. Посмотрим, что будет дальше после Нового года на чемпионатах Европы, четырех континентах и чемпионатах мира. То есть все-таки в первую очередь это именно тяжесть олимпийского сезона, олимпийской медали? Я думаю, что да. Я думаю, что и организм у многих уже очень сильно и нервно, и физически был измотан в прошлом году. Юле, конечно, нельзя было пропускать этот сезон, возможно, потому что слишком большая конкуренция в команде. И потом выйти на тот же уровень было бы довольно тяжело. Но она борется, потихонечку набирает, пробилась в финал гран-при. Да, сегодня нельзя назвать удачным ее выступление, но и суперпровальным тоже нельзя, не назовешь. Потому что, ну, да, были три прыжка, она, конечно, не прыгнула, но это очень много. И я не знаю, помогут ли ее супервращения и все остальное катание, удержать эту медаль. Но, тем не менее, пытается улыбаться Юлия Лепницкая, хотя прекрасно понимает, равно как ее тренеры и Теви Тульберидзе, и Сергей Дудакович. Очень ладно, лишь четвертое. Да, лишь четвертое место, 111,5, 177 и 79, и только Мрику Хонга, да, получается, опережает Юлия Лепницкая. Очень жаль. Причем по произвольной еще и японки проехали.